Вот так выглядит Counter-Strike, если перенести его на Unreal Engine 5 и сделать в реалистичном стиле, как будто вы смотрите на происходящее через экшн-камеру. Все ассеты, судя по всему, создавались самостоятельно. В качестве подопытного энтузиаст выбрал карту Dust2, хорошенько украсив её всяким мусором, граффити и торчащими из бетона прутьями арматуры, что определённо добавляет аутентичности. Наверняка автора в этом деле вдохновил находящийся в разработке шутер Unrecorded. Выглядит он, разумеется, гораздо более проработанным и с нормальными анимациями врагов, но фанаты Counter-Strike впечатлены и тем, что есть. В комментариях к ролику игроки вовсю хвалят разработчика. Правда, сам он занимается этим чисто для портфолио, и для того, чтобы набраться опыта в работе с Unreal Engine 5, прототип реалистичной контры выкладываться в общий доступ не будет. Всем привет, это GSTV. Сегодня суббота, 22 июля 2023 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Студия Ishtar Games отправила в продажу необычную социальную стратегию Lakeburg Legacies. Здесь нам предлагается взять на себя роль организатора свиданий и знакомств и окунуться в гущу романтических отношений в средневековом стиле. Главное правило наследия Лейкбурга — всё взаимосвязано. Следя за производством, можно расширить деревню и сделать город счастливым. В то же время надо быть в курсе различных стремлений и навыков, которыми обладают жители. Это влияет не только на их общее счастье, но и на продолжительность их жизни и продуктивность. Люди, которые работают вместе, имеют возможность создать хорошую, нейтральную или плохую среду. Однако управление ресурсами и развитие города — это лишь одна сторона создания прочного наследия. Недостаточно просто построить город, нужно ещё его заселить. По ходу игры персонажи могут по-разному взаимодействовать друг с другом, что может привести к дружбе, вражде, похоти или любви. В итоге получается занятная смесь The Sims и Crusader Kings, причём свобода отношений из последней тут в наличии. Единственный существенный недостаток Лейкбург Легасис для русскоязычной аудитории — игра недоступна на, собственно, русском языке. Отсутствие локализации — явление нередкое, и многим геймерам определённо мешающее наслаждаться новинками. Но это, если вы не знаете английского. На самом деле, решить эту проблему раз и навсегда очень просто с курсами по английскому от Яндекс.Практикума, с которыми вы начнёте не просто прекрасно понимать самый востребованный язык на планете, но и сможете свободно на нём разговаривать. Ведь что такое английский — это не только игры, это и богатые перспективы карьерного роста, и возможность уверенно себя чувствовать за границей, и не только. Скорее всего, вы и сами уже пытались его выучить, может быть, много раз начинали и бросали, и всё время откладываете на потом. Яндекс.Практикум решает эту проблему. Здесь вы сразу окунётесь в английский с головой. У вас будут преподаватели из разных стран, с которыми вы сразу начнёте разговаривать. Причём они погрузят вас именно в реальные коммуникационные ситуации, которые важны не только в обычной жизни, но и в профессиональной. У Яндекс.Практикума есть курсы общего английского и безлимитная разговорная практика. По итогу, избавитесь от разговорного барьера, достигнете беглости и начнёте очень хорошо понимать английский в любых его проявлениях, в том числе с разными акцентами. Вам даже расскажут про сокращение из ТикТока и Твиттера и о том, как собеседники могут нарушать правила грамматики и проглатывать слава. Занятия проходят несколько раз в неделю по 30 минут, благодаря чему всегда легко найти на них время. Прямо сейчас вы можете кликнуть по ссылке в описании или отсканировать QR-код, пройти бесплатную консультацию, на которой куратор определит уровень вашего языка и подберёт подходящий курс. В Старфилд, видимо, будет очень странная экономика. До релиза осталось чуть больше месяца, и фанаты вовсю роются в тех материалах, что уже доступны. Один из пользователей Reddit заметил примечательную деталь. В мире Старфилд — сэндвич Petty Melt с котлетой и плавленым сыром, который восстанавливает 15 очков здоровья, стоит 295 кредитов. А самый дешёвый космический корабль, показанный в ходе Xbox Games Showcase, оценивают в 7 375 кредитов. Получается, ценность дешёвенького звездолёта здесь всего 25 сэндвичей. Теперь игроки ломают голову — это еда в Старфилд настолько дорогущая, или космические аппараты раздаются за бесценок. Если продолжить расчёты, то дешёвый корабль стоит столько же, сколько 48 стейков, 210 тостов или 98 пакетов апельсинового сока. Впрочем, для игр Bethesda такой подход весьма традиционен, в отличие от некоторых других элементов. Удалось выяснить, что в Старфилд студия серьёзно пересмотрела механику карманных краж. Если в том же Skyrim во время открытия инвентаря время замирает, то в Старфилд всё происходит в реальном времени. Чтобы совершить карманную кражу, нужно будет довольно быстро соображать, следуя по заданному маршруту и находясь в непосредственной близости от объекта. Теперь фанаты задаются вопросом, не коснётся ли подобный элемент и механики взлома замков. В Dying Light, к примеру, она работает в реальном времени, чем добавляет немало тревоги при попытке взломать замок, когда рядом находятся враги. Но Bethesda игроков всегда щадила и позволяла ковыряться в замке с полностью замершим окружающим миром. Может быть, будет переделана и классическая система слежки с приседанием, испытанная в Oblivion, Skyrim и Fallout 4. Релиз игры готовится на 6 сентября в версиях для ПК и Xbox Series. Jagged Alliance 3 вышла уже больше недели назад, 14 июля. Игру тепло приняли критики, а игроки в Steam довели оценку до очень положительной. Разработчики поспешили поблагодарить за поддержку и рассказали о планах на будущее. День релиза авторы назвали очень волнительным, а прямая трансляция с общением фанатами и рассказом про разработку стала, как они говорят, особенной. Команда продолжает читать положительные отзывы с улыбкой на лице. Такой приём вдохновил студию на новые свершения. В ближайшем будущем авторы сосредоточатся на решении технических проблем, а первый небольшой патч уже появился. Также игра должна пополнится новым контентом, но о дорожной карте обновлений расскажут позже. Разработчики оказались поражены тем, что некоторые умельцы смогли создать моды, не имея для этого нужных инструментов. В будущем их выпустят, поэтому создание модификаций станет быстрее и проще. В Diablo 4 стартовал первый из игровых сезонов — сезон чумы. Игрокам предстоит столкнуться с чумными монстрами. Побеждая их, можно добывать сердца-модификаторы, усиливающие персонажей и действующие до конца сезона. С технической точки зрения, старт первого сезона оказался довольно проблемным. Во-первых, игроки сообщают об очень длинных очередях на подключении к серверу. Разработчики в курсе проблем и обещают разобраться. Во-вторых, есть проблемы с некоторыми механиками. Для освоения сезонного контента нужно создать нового персонажа, прокачиваемого с нуля. У некоторых игроков просто не работает создание героя. Наконец, есть чисто геймплейные баги. Например, многие игроки сообщают о проблемах с вступительным квестом сезона. Невидимые стены просто блокируют прохождение в области, необходимые для продвижения по квесту. Другая проблема связана с переносом предметов. Похоже, он работает не сразу. Ожидается, что сезон чумы растянется примерно на три месяца. Ubisoft выпустила отчёт за первый квартал финансового года, закончившийся 30 июня. Продажи компании упали на 9% по сравнению с прошлым годом, но в Ubisoft не унывают. Изначальный прогноз предполагал более сильное падение. Выручка компании за квартал оказалась на уровне 289 миллионов евро. По словам основателя Ubisoft и VGMO, продажи оказались лучше прогноза благодаря новой стратегии компании, предполагающей наращивание аудитории и выручки игр. Одним из драйверов роста стало, видимо, Rainbow Six Siege. За квартал количество активных пользователей и выручка игры заметно выросли. Предполагается, что это произошло благодаря появлению нового сезонного контента. Чистая прибыль от проекта по сравнению с 2022 выросла как минимум на 10%. Кроме того, в июне наблюдался прирост аудитории в The Crew 2. В Ubisoft не уточняют, привело ли это к увеличению доходов игры. В нынешнем квартале компания планирует продажи на уровне 350 миллионов евро. Ожидается, что среди драйверов роста будет гоночный экшен The Crew Motor Fest, выходящий в сентябре. В октябре у Ubisoft запланирован ещё один крупный релиз – Assassin's Creed Mirage, но его выручка попадёт уже в следующий квартал. В целом, до 31 марта следующего года свет увидит 10 игр, одна из которых держится в секрете. Предположительно, речь может идти об анонсированном на презентации Xbox Games Showcase 2023 приключенческом экшене Star Wars Outlaws, выход которого как раз намечен на 2024 год, но пока неясно, успеют ли разработчики завершить производство до конца первого квартала. Более точного окна запуска у этого проекта в настоящий момент нет. Авторы магического шутера Immortals of Avium показали кинематографический отрывок на выставке Comic-Con. В нём персонажи обсуждают важную тему – главный герой сохранил артефакт, который ему надо было уничтожить, поэтому он должен убедить союзников в правильности своего выбора. Игра создаётся для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series и выйдет 22 августа. На полное прохождение уйдёт не менее 30 часов. События Immortals of Avium развернутся в мире, где люди свободно используют магию. Avium втянут в многолетнюю войну, в которой сражаются пять королевств. Главный герой Джак является Триархом и может применять все три цвета, на которые разделены способности. Благодаря этому персонажу доступно мощное заклинание Доминион, являющееся результатом скрещивания всех магических школ. Sony представила лимитированную версию консоли PlayStation 5 в стиле Spider-Man 2. Компания отмечает, что постаралась отразить в дизайне особенности симбиота и его способность к трансформации. Корпус словно частично захватил симбиот, но красная основа при этом всё ещё видна. Именно так рассказывают про своё детище дизайнеры. У лимитированного контроллера DualSense аналогичный внешний вид. Предварительные заказы бандла откроются 28 июля, а продажи начнутся 1 сентября. В комплект входят консоль, контроллер DualSense и код активации стандартного издания экшена Spider-Man 2. Sony также выпустит панели для PS5 в аналогичном стиле. DualSense в обновлённом дизайне также можно будет приобрести отдельно. Никакие ценники, пока не объявлены. Юмористический шутер High On Life от студии Squanch Games и создателя Рика и Морти, по всей видимости, готовится к выходу на PlayStation. В настоящий момент игра продолжает оставаться консольным эксклюзивом Xbox, но уже скоро список платформ проекта может расшириться приставками Sony. Официально о таких планах пока не сообщалось, однако сайт Orbis Patches, отслеживающий обновление тайтлов для PlayStation 4, обнаружил на серверах PSN неанонсированную PS4-версию High On Life. Выяснилось, что 17 июля на серверы японского платформодержателя был загружен патч 0.1.0.3 размером 9,8 ГБ, включающий в себя общее исправление ошибок и другие улучшения. Больше никаких деталей неизвестно. В настоящий момент в разработке также находится платное сюжетное расширение под названием High On Knife, события которого будут разворачиваться в более мрачной и страшной обстановке. Его релиз запланирован на осень. Разработчики из Goldhawk Interactive совместно с издательством Hooded Horse выпустили в ранний доступ Steam свою пошаговую стратегию Xenonauts 2, вдохновленную классическими играми серии XCOM. Здесь нам, как обычно, нужно возглавить глобальное сопротивление инопланетному вторжению. Для этого предстоит участвовать в пошаговых боях, строить сеть скрытых баз и командовать своими истребителями, чтобы побеждать в войнах против технологически превосходящей цивилизации. Xenonauts 2 — игра хардкорная, она не терпит поверхностного отношения к себе и поощряет вдумчивый подход к планированию всех операций. По здешнему сюжету, командир в самом начале практически ничего не знает о пришельцах. Как и в современных XCOM, здесь нужно участвовать в боевых операциях по всему земному шару, чтобы лучше узнать врагов. Для этого нужно добывать образцы для исследований и передавать их своим ученым, чтобы те могли разрабатывать более совершенное оружие и в конечном итоге узнать больше об инопланетном вторжении. Враги — это не только пришельцы. Люди из тайной организации, известные как чистильщики, сотрудничают с инопланетянами, поэтому нас ждут более комплексные и разнообразные бои в самых разных условиях ландшафта и окружения. Чистильщики помогают инопланетянам в достижении их целей и полностью подчиняются им. Хардкорность Xenonauts 2 выражается в том, что здешний враг превосходит человечество и в технологиях, и в вооружении. Игроку нужно быть к этому готовым и принимать взвешенные решения для достижения поставленных целей. Отзывы в Стиме в основном положительные. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях, будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.